Приветствую вас. Помочь вам мы, конечно, можем. Собственно, мы этим и занимаемся тем, что помогаем людям решать подобного рода проблемы. Вот. Смотрите. Вообще нет ничего удивительного в том, что вы хотите заниматься сексом для женщины, которая вам нравится. Вот. Это абсолютно нормально. Но вам необходимо понять некоторые вещи, разграничивать некоторые вещи. В первую очередь, дело в том, что вас, получается, девочка интересует только в качестве сексуального интереса, в качестве сексуального партнера. Далеко не каждая девочка согласится быть только сексуальным партнером. Вот. Особенно, если это, как бы, ну, однокурсница ваша, да, то есть человек, у которого есть своя жизнь, человек, у которого есть свои цели и так далее. Если бы она была согласна стать сексуальным партнером просто так, то она, скорее всего, уже для кого-то им бы стала. Вот. И, возможно, это только возможно, но не обязательно, она не стала бы учиться. И, соответственно, если она учится, значит, у нее есть какие-то цели и какие-то ценности. А это означает, что сексуальную связь просто так и так, она, возможно, не приемлема. И вы оказываетесь перед выбором. Вам необходимо либо признать, что только как сексуального партнера девочку воспринять не получится и нужно что-то еще, либо вы преследуете свою, либо вы преследуете цель завоевать ее, покорить ее именно с точки зрения мужского поведения, именно с точки зрения гендерного поведения. И вот с точки зрения мужского гендерного поведения вам необходимо действительно поработать с вашей сумасынкой, как и сказал мой коллега, для того, чтобы чувствовать себя более уверенно, более раскованно, более свободно. С другой стороны, никто не отменял того факта, что у вас есть сексуальные желания, естественные сексуальные желания, нормальные сексуальные желания, и что они, эти самые сексуальные желания, нуждаются в удовлетворении, в реализации. Но в случае с девушкой, например, вам скорее будет только идти во вред то, что вы ее хотите, потому что ни о чем другом, вероятно, вы думать не сможете, а перейти сразу к сексу вы также не можете, потому что, ну это не так работает, вы рискуете девушку еще больше от себя оттолкнуть. Поэтому имеет смысл рассмотреть возможность сексуальной разрядки, помимо непосредственного контакта с девушкой. это такой момент. Далее, вы говорите, что не можете завязать с ней разговор, потому что нервничаете, потому что переживаете, потому что чувствуете себя неуверенными средствами, вы так и не говорили, но это я. Соответственно, скорее всего, дополняю за вас то, что вы не сказали Сложность завязать разговор состоит из нескольких не взаимо исключающих элементов. Первое, это сверх мотивация, когда на девушке сконцентрировано сильное желание, которое вытесняет все остальные мысли. Второе, это отсутствие общих идей, общих смыслов, точек соприкосновения между мамой и девушкой. И третье, это непринятие своих собственных интересов, чем бы вы могли поделиться, тем самым завязав разговор с девушкой. Вам необходимо выделить для себя те элементы, которые являются вашими, для того, чтобы вы могли с ними поработать. Потому что, ну, так вот, гадать, что конкретно является вашей проблемой, мне бы не хотелось. Вот. Именно так я мог бы вам ответить на вопрос, который вы задаете. Вы пишите, могли бы мы как-то помочь? Да, могли бы. Вопрос в том, какой помощи вы хотели бы. Одно. Конкретно. Было бы очень здорово, если бы вы об этом так же сказали. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...